Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия. Тема конференции в Ташкенте, собравшей солидный список участников. Это более 30 экспертов из двух стран. Джамшин Суатов с деталями. Данная конференция является логическим продолжением диалогов узбекских и российских экспертов под эгидой Института стратегических и межрегиональных исследований, а также Международного дискуссионного клуба «Валдай», начатого в 2019 году в Самарканде. Нынешняя платформа собрала представителей Сената Оли Мажлиса, Нижней Палаты, Министерства иностранных дел Республики Узбекистана и Российской Федерации, а также экспертов по соответствующим направлениям. Специалисты обсудили перспективы узбекско-российского сотрудничества в сферах политики, экономики, безопасности, культурно-гуманитарного взаимодействия. Как было подчёркнуто, политико-дипломатические связи между Узбекистаном и Россией обрели истинно доверительный характер союзничества и стратегического партнёрства. Прозвучали цифры, подтверждающие динамику роста двустороннего сотрудничества. Так, за первое полугодие 2021 года объём товарооборота между нашими странами составил 3,7 миллиарда долларов, показав рост на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также за последние три года число предприятий с российским капиталом в Узбекистане выросло с 915 до 2200. Только в первом полугодии текущего года было запущено 240 предприятий с российским капиталом. Активно реализуется программа экономического сотрудничества на 2019-2024 годы, а также более 800 торгово-экономических соглашений и меморандумов на сумму 25 миллиардов долларов. Мы, конечно же, видим необычайно динамичное развитие Узбекистана. Это важнейший фактор, потому что без этого динамичного развития многие проекты сейчас не были бы возможны и не было бы расчёта на будущее. Масштабы партнёрства охватывают всё больше и больше направлений, среди которых и сфера IT. Российским участникам этого форума довелось посетить IT-школу, которая реализуется в рамках проекта «Реформирование образований». И она произвела, конечно, совершенно удивительное, уникальное впечатление фундаментальным подходом к подготовке будущих специалистов в одной из самых востребованных отраслей мировой экономики, региональной экономики, имеется в виду и прекрасная фундаментальная подготовка в области математики, и программирования, и даже здоровье, и культурное развитие. В общем, проекты, которые в разных государствах реализовывались, начиная с уровня образования колледжа, например, в Индии, в Узбекистане реализуются уже начиная с пятого класса. То есть фактически речь идёт о воспитании целого поколения новых программистов или даже людей, готовых жить и работать в информационной среде и создавать её. Ну и, конечно, технопарк Ташкента, известный тем, что очень многие ведущие мировые бренды перенесли туда производство. И, конечно, мы услышали с высокого политического уровня, с уровня первого заместителя министра иостровных дел Узбекистана, российского заместителя министра иостровных дел, подтверждение того факта, что двухсторонние отношения являются одним из высших приоритетов для внешней политики двух наших государств. Также экспертами были затронуты и другие направления двустороннего сотрудничества. В частности, было отмечено, что в 2020 году объём железнодорожных грузоперевозок между Узбекистаном и Россией составил 8,8 миллионов тонн, что на 27% больше, чем в 2019 году. А объём автогрузоперевозок вырос на 28%, составив 1,9 миллиона тонн в первом полугодии. Как говорится, надо чаще встречаться. Это первое, да, это всегда хорошо. Второе, нам нужно договариваться и идти в развитие торговли, логистики, транспорта, то, чем я занимаюсь, да, как можно глубже и дальше. Это очень важные моменты. Они, собственно говоря, фиксирующие всё, что происходит в экономике, да, то есть Узбекистан сегодня инвестирует огромные деньги в развитие промышленности, да, и следом должна идти логистика, следом она должна идти транспорт, который нужно активнейшим образом развивать. И здесь вопросов огромное количество, и здесь огромное же количество точек для соприкосновения наших стран. Это как бы в данном случае, это вот главная задача, которую я вижу. Внимание участников конференции акцентировано на достижениях Узбекистана в последние годы. По мнению экспертов, правильно продуманная стратегия, благоприятный инвестиционный климат позволили превратиться в Узбекистану как в одну из стремительно развивающихся стран мира. И с этой точки зрения Узбекистан очень нужный и важный партнёр для укрепления двустороннего сотрудничества по многим направлениям. Звучало. Проведение очередного узбекско-российской конференции столь высокого уровня обусловлено и высоким интересом в экспертной среде к Узбекистану, который занимает особое место в регионе Центральной Азии, обладая крупнейшим по численности населением, мощным экспортоориентированным производственным потенциалом и большим опытом в сфере обеспечения безопасности. Также гости отметили преобразование, масштабные строительные и благоустроительные работы, осуществляемые во всех регионах Узбекистана. Вы знаете, я была впервые в Ташкенте несколько лет назад, и то, что я вижу сегодня, выглядит совершенно по-другому. Город мало того, что солнечный и тёплый, так ещё и застраивается весь. Мы были на 21 этаже отеля, и я сфотографировала панораму города и отправила в чат московских студентов. Я преподаю в финансовом университете параллельно, и вы знаете, такие реакции были, какая красота, красотища, безумно красиво. То есть я попыталась передать Москве информацию, этот месседж о том, как сильно меняется город, какие преобразования. Узбекистан один из важнейших партнёров для России на евразийском пространстве и для Валдайского клуба в частности, потому что мы нацелены на высокого уровня экспертный диалог. Мы его развиваем, этот экспертный диалог, мы привлекаем действующие лица, действующих представителей власти. Также прошли сессии на тему региональной безопасности, внешние и внутренние факторы. Ну и завершающая тема – международная торговля и интеграция в Центральной Азии. Отметим, в конце текущего года клуб Валдай планирует выпустить новый доклад, посвящённый российской политике в отношении постсоветского пространства в течение последних 30 лет. Ну а конференция в Ташкенте, по мнению экспертов, послужит одним из важнейших интеллектуальных источников для завершения данной работы.